Прием документов абитуриентов в Казанском федеральном университете продолжается. Приемное пространство работает в онлайн и очном формате. Все подробности далее. Количество желающих поступить в Казанский университет с каждым днем только растет. Это связано с тем, что многие выпускники получили результаты ЕГЭ. На данный момент поданы более 18 тысяч заявлений. В очном формате мы должны понимать, что подано меньше 2%. То есть очное пространство работает для тех, кто находится в городе, кому комфортно приехать. Но основной поток заявлений, львиную часть мы получаем в онлайн формате. Также мы получаем заявление через суперсервис, портал госуслуги. Через госуслуги на данный момент подано уже более 3 тысяч заявлений. Внутренние вступительные испытания начинаются с 12 июля. Первый экзамен пройдет по русскому языку. Тем, кто будет сдавать вступительные экзамены, рекомендуется сдать документы до 10 июля. Но, учитывая особенности этого и прошлого года, не все будут иметь документы об образовании. Таким абитуриентам ВУЗ пойдет навстречу и дождется наличия нужных документов до 29 июля. Нужно подать документы до 10 июля. Но, учитывая особенность этого и прошлого года, мы понимаем, что не все дети будут иметь документы об образовании, потому что некоторые колледжи задерживают сейчас выдачу. И в частном порядке мы пойдем навстречу, мы допустим, до сдачи вступительных испытаний, до наличия документов об образовании на руках. Но до окончания приемной кампании, до 29 июля, абитуриент обязан будет предоставить экзамен, иначе не будет документ об образовании, иначе не будет допущен в конкурс. В течение трех дней после проведения вступительных экзаменов опубликовываются результаты. Напомним, при возникновении вопросов по поступлениям, можно позвонить на телефон горячей линии 8 800 700 92 75. Для иностранных студентов действует тот же номер, но при голосовом меню нужно будет нажать на цифру 2. Инжи Минибаева, Виолетта Басова, Универньюз.